55-я сессия Государственного Собрания началась с поздравлений. 27 апреля отмечался День Российского Парламентаризма. Депутаты всегда являлись выразителями интересов своих избирателей на любом уровне. И сейчас очень важно, особенно в преддверии предстоящих выборов, чтобы те наказы, которые нам избиратели направляют, мы с вами не забывали, совместно решали. В такое интересное время живем. Вы знаете, что перед нами стоит задача наведения финансов, порядок с финансами. И мы, я думаю, успешно с этим справляемся, благодаря совместной работе. Многие законодательные акты, которые мы с вами здесь рассматриваем, получают поддержку. Нас слышит федеральный центр. После пожеланий депутатам вручили медали и благодарности за многолетний труд, за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Роль парламента, как представительного органа власти, всегда была особой. На современном этапе истории возросла еще больше. Это нашло отражение и закреплено поправками Конституции Российской Федерации. Мы с вами представляем интересы наших избирателей. На сессию депутаты внесли изменения в бюджет текущего года. Из федерального центра поступило 2,667,000,000 рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», на строительство хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы, комплексное развитие сельских территорий, приобретение лекарств для лечения коронавируса. Увеличились в этом году и собственные доходы республиканской казны. Проектом закона за счет поступления дополнительных собственных доходов в сумме 55,8 миллиона рублей и сокращения профицита республиканского бюджета республики на 208 миллионов рублей предусматривается увеличение расходов на погашение просроченной кредиторской задолженности в сумме 138 миллионов рублей, на оплату труда работников в бюджетной сфере в сумме 72 миллиона рублей, на организацию межмуниципальных и муниципальных маршрутов 50 миллионов рублей и на реализацию общественных проектов Приволжского федерального округа в сумме 3 миллиона рублей. Также депутаты проголосовали за изменения в закон Мордовии о выборах. Поправки касаются увеличения размеров избирательных фондов. Они формируются из поступления от стороны кандидата, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Бюджетные средства в фонд не входят. Установлены соответствующим законам республики предельные размеры средств, являющиеся источником формирования избирательных фондов, а также предельные размеры расходований средств избирательных фондов не менялись с даты принятия закона. Это с 7-го года по выборам депутатов в государственном собрании и с 12-го года по выборам главы республики Мордовии. И являются самыми низкими среди регионов, расположенных на территории Приволжского федерального округа. С принятием нового закона все расходы кандидатов в депутаты на свою избирательную кампанию станут прозрачными. Будет видно, сколько кандидат потратил на рекламу, сколько заплатил агитаторам, во сколько ему обошлись плакаты и площадки для выступлений. Чем опасен маленький фонд? Расходы большие, а фонд маленький. То есть происходит что? Происходит оплата расходов на избирательную кампанию за счет всякого рода серых схем. Это недопустимо. Это надо убирать. Вытягивать сами процессы избирательные, вытягивать из серой зоны. А наоборот давать ему прозрачность, объективность и возможность проконтролировать. Чтобы у всех депутатов, которые участвуют, депутаты, главы муниципальных образований, потом главы республик, чтобы у всех были равные условия. Чтобы не было у кого-то денег больше, тот и побеждает. Это неправильно. Завершилась 55-я сессия государственного собрания назначением на должность мирового судьи. Законодатели поддержали кандидатуру Юлии Жадеевой. Она будет осуществлять правосудие в Старошайговском районе Мордовия. Ольга Данилова, Евгений Фролкин. Народные новости.